здравствуйте уважаемые друзья здравствуйте подписчики и зрители канала youtube меня зовут евгений вешковцев я сегодня продолжаю тему видео с ответами на ваши вопросы и очень интересный вопрос который прозвучал вчера на вебинаре точнее появился в чате который по сути является классическим и очень хорошо отражает суть того что сегодня происходит вокруг сетевого бизнеса он звучит очень просто почему в сетевом маркетинге так много негатива чем больше узнают тем больше мне нравится эта индустрия но очень много негатива вокруг и я задал очень простой вопрос скажите а вот вы слышите негатив и сетевом маркетинге а например о врачах вы слышите негатив да а слышите ли вы негатив об учителях да и в принципе в любой сфере особенно если мы зайдем в интернет начнем читать форумы это огромное количество различного негатива который просто колоссально люди любят просто писать ковыряться в этом что-то постоянно высказывать и очень редко высказывают позитив высказывают но достаточно редко и почему это происходит ну давайте к сетевому маркетингу да то есть собственно говоря в сетевом бизнесе это бизнес и помимо еще чисто там какой-то странной приверженностью людей очень часто писать негатив да то есть еще есть одна очень интересная особенность это бизнес и есть конкуренция и есть как называемый тролли до которые в интернете пишут специально за деньги негатив о разных компаниях на это обращать нет смысла потому что так было всегда 22 года назад когда я пришел в сетевую индустрию не было интернета даже сотовый телефон это было редкостью таких как сейчас не было вообще в принципе тогда это было только-только начиналось и тем не менее был негатив о сетевой индустрии и он распространялся от человека к человеку это было абсолютно ничуть не легче когда я только начинал самый главный негатив был о том что компания с которой работаю от ее продукции умирают люди их хоронят на отдельных кладбищах и заворачиваю там какой-то специальной ткани чтобы они не заразили почву в общем бред полный но об этом люди говорили и от чек к человеку передавалась и приходилось как-то с этим работать мне кажется что это не прекратится никогда но давайте посмотрим на факты давайте посмотрим на простые факты например практически сегодня в каждом доме у любой семьи есть продукция из сетевого маркетинга если не покупали сами то подарили если не косметика то что-то там для дома какие-нибудь волшебные тряпочки там средства бытовой химии что-то еще сегодня это распространено просто колоссально да там продукция для здоровья и волшебные пылесосы что только нет и по большому счету сегодня уже нет смысла нет необходимости доказывать что сетевая индустрия это хорошо но негатив есть просто нужно для себя решить а обращать на него внимание или нет если вы понимаете происхождение этого негатива то о чем я сказал что-то неизбежно что так было всегда и так будет всегда негатив есть обо всем и в том числе о любой компании сетевого маркетинга даже которая самая белая пушистая за кем-дова все сдан долгие годы и давшая уже огромное количество возможностей результатов и доходов людям все равно не будет негатив и поэтому вопрос состоит только в том что каково ваше отношение к этому это вам мешает или вы это рассматриваете просто как элемент необходимый картинки которая есть такая есть такая была такая будет тогда этот негатив он превращается в инструмент для работы и повод поговорить так же как я записываю это видео потому что мне задали вопросы негативе это повод поговорить о сетевой индустрии и обратить внимание на то что почти в каждой семье практически я думаю что близко к 100 процентов продукция сетевых компаний дома есть может быть там каждый десятый уже так или иначе получил какой-то серьезный результат от продукции сетевого маркетинга отлично соответственно сегодня десятки сотни и может быть уже там я не знаю сотни миллионов людей получили результаты по всему миру и десятки миллионов заработали очень хорошие деньги и живут и развиваются и имеют финансовую защищенность благодаря сетевой индустрии это факты мимо которых проскочить невозможно и сегодня просто вы можете с этим идти к людям опять таки а почему а почему все должно быть только хорошо да с другой стороны если подойти на самом деле и нет такого что то есть в жизни никогда не бывает чтобы все было только хорошо и ничего не происходило плохого точно так же в сетевой индустрии мы видим огромное количество людей которые не зарабатывают и они естественно не говорят о том что ой ребята вы знаете у нас не получилось мы сделали что-то не так мы не слушались поэтому мы не заработали денег не от они естественно говорят совсем другое то есть точно так же когда человек которого уволили извините за пьянку и дебош он не рассказывает о том что вот он такой нехороший его уволили он говорит что начальник дурак и он его уволили из-за того что к нему там неправильно отнеслись да а он на самом деле ценный работник очень часто бывает такое же их сетевой индустрии люди которых не получилось они говорят мы пахали с до вечера но сетевой маркетинге невозможно добиться результата потому что это так то есть это тяжелая индустрия это не работает это уже устарела на западе сетевой маркетинг закрывается и так далее то есть и обратите внимание эти люди просто возможно не сделали нужных действий то есть знать основы это очень важно если вы знаете основы и начинаете по шагам двигаться то видя свои результаты вы будете создавать огромное количество позитива вокруг себя по сетевой индустрии и этот позитив нужен нам всем именно поэтому площадка и маркетинг 2.com занимается тем что внедряет профессиональную информацию и помогает увеличить профессионализм предпринимателя сетевого бизнеса и в целом увеличить позитив и сетевой маркетинге мы все сегодня с вами в одной лодке давайте вместе добьемся больших результатов это повысит количество позитива о сетевой индустрии